Первым объектом, который посетил Виктор Толоконский, стал многофункциональный центр Сибирского федерального университета. По проекту срок его сдачи июнь 2018 года, но уже понятно, что первый корпус будет введен в эксплуатацию раньше. В конце сентября здесь планируют закрыть тепловой контур и начать отделочные работы. В период универсиады корпус планируется использовать как центр питания. Он рассчитан на тысячу посетителей. Во втором блоке будут располагаться разминочные залы и другие вспомогательные помещения. А после всемирных студенческих игр центр распахнет свои двери как для студентов, так и для всех горожан. Этот объект, который режем после игр будет использоваться как легкоатлетический манеж, где у нас будут проходить тренировочные процессы, занятия и даже соревнования студенческие по легкой атлетике, по игровым видам спорта. Там прекрасный паркет запроектирован для волейбола, футбола, баскетбола, даже для большого тенниса. Трибуны на 700 мест, поэтому в этом плане здесь мы даже можем студенческие соревнования вообще российского уровня проводить. Стройка, завершение которой очень ждет весь город. Развязка 4-го моста в Створе-Волочаевской. Строители не скрывают. Есть сложности с тем, что не все жители, чьи дома сносят, согласны с оценкой. Судебные тяжбы тормозят процесс, но подрядчик делает все возможное. На месте решено внести изменения в проект, сделать еще одну магистраль для удобства красноярцев. С противоположной стороны 4-го моста тоже готовится транспортная развязка. Под нее уже расчищена площадка. Заезжаешь на Ферловское, поворачиваешь на ветку, вернули на кольцо, с кольца, и это будет под мостом соединение. Это все так справа. Платинум-арена – площадка, где пройдут открытия и закрытия студенческих игр. Снаружи уже идет отделка фасада, внутри пока ведутся черновые работы. Но уже понятно, где расположатся комментаторские кабинки. А над будущим ледовым покрытием смонтирован каркас для видеокуба. Такие используются для трансляций и видеоповторов. Сам спортивный дворец станет центром нового места отдыха для горожан. Конечно, будет асфальтированная в два яруса. Устройство там будет смыкающее с подустройством арены. Следующая строительная площадка – стадион для хоккея с мячом Енисей. Работы здесь начались меньше полугода назад, но уже ничто не напоминает о старом спорт-объекте. Установлены две арки будущей арены. Прямо сейчас монтируют третью. Это филигранная работа. А после того, как установят пятую арку, здесь начнут закрывать тепловой контур. На площадке трудятся 240 рабочих, а в ближайшее время их число планируют довести до 700. Ещё одна ледовая арена на улице Партизана-Железняка. Здесь будут два ледовых покрытия – основное и тренировочное, а также спортивные и тренажёрные залы. Во всех объектах есть запас. Там тоже везде строится что-то ещё. Мы настолько прирастаем спортивной базой, что сейчас, уже с понедельника провожу, начиная первое совещание, уже по новой системе организации детских спортивных школ, новых режимах эксплуатации, развития студенческого спорта, чтобы студенческие клубы стали основой такого массового, настоящего занятия физической культуры и спорта. Ещё один объект, который находится под особым контролем – стадион «Локомотив». Технологическая площадка под ледовое покрытие уже готова. Уложены трубы, которые являются частью холодильной системы. Она позволит проводить матчи даже при плюсовой температуре. На трибунах ведётся капитальный ремонт. Здесь полностью заменят гидроизоляцию. Уже заказаны новые кресла. Их монтаж планируют начать в октябре. Примечательно, что такие сидения, по словам представителей РЦСС, устанавливают даже на стадионах к чемпионату мира. Здесь уверены, что успеют в срок сдать объект. На сегодняшний день команда «Энисеи» оценила раздевалки, которые были построены для них здесь отдельно. Оценила комплектацию спортивных залов, восстановительных центров. И уже проводили первые тренировки, пробные в своём комплексе. Никаких нареканий мы не видим. И, соответственно, наша задача провести первый матч. И чтобы, конечно, болельщики Красноярска поддержали, приняли новый стадион. Губернатор отметил, что все новые спортивные объекты должны работать не только для спортивных школ. В них должны быть предусмотрены и свободные часы, когда прийти и позаниматься сможет любой желающий. Анна Московских, Денис Тимошенко. Новости.